Видео приготовлено сайтом online-gvz.net. Задание 1122. Для просмотра кинофильма в зрительном зале собрались ученики нескольких школ. Оказалось, что ученики одной из школ составляют 47% количества зрителей. Сколько всего зрителей было в зале, если в нем 280 мест и более половины мест было занято? Давайте поступим следующим образом. Обозначим буквой N искомое количество зрителей. При этом ясно, что искомое количество зрителей может выражаться только натуральным числом, потому что это количество учеников. Что нам известно про это число N? В условии задачи сказано, что более половины мест зала было занято, всего мест в зале 280, половина – это 140, более половины мест было занято, значит, мы можем сказать, что это число N больше 140. Одновременно с этим мы можем сказать, что число N меньше 280, потому что 280 мест – это максимальное количество мест, которое может быть заполнено в зале. Но на самом деле N может быть и равно 280, ну, по крайней мере, не больше, чем 280. Дальше. 47% от числа N. Это же число натуральное, потому что, как сказано в условии задачи, 47% от всего количества зрителей составляли ученики одной из школ. Конечно, количество учеников может быть выражено только натуральным числом. Но если мы из 100% вычтем 47%, мы получим 53%. 53%. Вот это число 53% – это же от N, от общего количества зрителей. Но оно тоже число натуральное. Почему? Потому что это число фактически обозначает, сколько учеников из остальных школ было в зрительном зале. Это число тоже может выражаться только натуральным числом. Теперь, если мы из натурального числа, которое составляет 53% от N, вычтем 47%, то мы получим 6%. 6% от N. Фактически это число, оно тоже натуральное число, это число обозначает, насколько учеников, остальных школ было больше, чем учеников указанной школы. Тоже число натуральное. Теперь, если мы возьмем вот это натуральное число, 6%, и умножим его на 8, получим 48%, то 48% – это же все от N, от N. Это тоже будет число натуральное. Почему? Потому что 6% натуральное число, мы его умножили на 8, поэтому произведение, конечно, будет тоже натуральным числом, значит, 48% от N, это число тоже будет натуральным. А теперь, если мы из 48% вычтем 47%, то получим 1% и 1% от N. Это тоже будет натуральное число. Ну, потому что мы из одного натурального числа вычли другое. Теперь нам остается только перебрать все возможные варианты для вот этого одного процента и ответить на вопрос задания. Первое натуральное число – это единица. Поэтому мы с него и начнем. так вот, если 1% от N – это единица. Что значит единица? Значит, один ученик. Тогда 100% чем и будет равно. Ну, если 1% – это 1, то 100% – это тогда 1 умножить на 100. Это будет 100 учеников. 100 учеников – это 100 зрителей. Ну, количество зрителей должно быть больше 140 и меньше 280. Поэтому этот вариант нам не подходит, потому что 100 не больше, чем 140. Второе, если 1% от N – это 2 ученика, то тогда 100% чему будет равно? 2 умножить на 100 – это будет 200. 200 учеников или 200 зрителей. 200 больше, чем 140 и меньше, чем 280. Значит, этот вариант нам подходит. Вот мы нашли, по крайней мере, один подходящий вариант. Теперь посмотрим, может быть, есть еще варианты. Следующее число берем. Если 1% от N – это 3 ученика, то тогда 100% чему будет равно? Тогда 100% будет равно 3 на 100. 300 учеников, 300 зрителей. Но это невозможно, потому что зал включает всего 280 мест. Поэтому этот вариант тоже для нас не подходит. И если мы будем рассматривать в качестве 1% от N следующие натуральные числа 4 и 5 и выше, то мы будем получать большее количество зрителей, что нам не подходит. Значит, у нас остается один единственный вариант, когда количество зрителей в зрительном зале равно 200. 200 зрителей. на этом задание окончено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте. И в этомстве. И в этом tenha